Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение курса квантовой электродинамика. У нас пятая лекция, и мы начинаем рассматривать пока что классическое электромагнитное поле. В качестве наблюдаемых для классического электромагнитного поля выступает напряженность электрических и магнитных полей. Это хорошо известно. Опять-таки из курса классической электродинамики вам хорошо известно, что напряженности электрических и магнитных полей можно выразить через скалярный и векторный потенциалы. Вместе скалярный и векторный потенциалы образуют четырех вектор, который называется четырех потенциалом электромагнитного поля. Опять-таки мы определим четырех потенциал с верхними индексами вот таким стандартным образом, но с нижней опять-таки стандартно векторная компонента будет менять знак. Соответствующий четырех потенциал мы можем рассматривать в качестве функции электромагнитного поля и относительно этой функции писать уравнение Лагранжа. Значит, опять-таки из курса классической электродинамики нам хорошо известно, как электрические и магнитные поля выражаются через компоненты четырех потенциала. Электрическое поле выражается через производную по времени от векторной компоненты и производную по координатам от скалярной компоненты потенциала. Ну а магнитное поле, напряженность магнитного поля, это ротор от векторного потенциала, который я, значит, написал и расписал по координатам, потому что нам, собственно, это интересно. Опять-таки, наверняка вы знаете, что напряженности электрических и магнитных полей не меняются, если к, ну теперь я уже обобщаю то, что у вас было на классической электродинамике, к четырех потенциалу электромагнитного поля прибавить четырехпроизводную некоторой произвольной функции F, которая тоже зависит от четырехмерных координат. Естественно, что мы можем выбирать функцию F такую, чтобы нам было легче считать наши компоненты четырех потенциала или делать какие-нибудь с ними операции. Да, и такой выбор конкретной функции F называется выбором калибровки для четырех потенциала. Значит, давайте-ка, давайте-ка, я вам продемонстрирую, что действительно с калибровкой у нас все хорошо, и калибровка не меняет, ну скажем, вида напряженности электромагнитного поля. Да, вот так ради интереса. Давайте попробуем это сделать. Значит, что у нас здесь? У нас электромагнитное поле, это производная по времени от векторного потенциала и соответствующая, так сказать, производная по координатам от скалярного. Ну, давайте смотреть, вот здесь у нас минус DA по DT минус набло от, давайте так, А0. Теперь мы сделали калибровочное преобразование. Что у нас случилось с векторной частью? Здесь минус, здесь А, минус дельта F. Я напомню, друзья мои, что Dμ у нас было следующее, DT, ну или там D по DT и минус вот здесь стоит. Поэтому, когда я записываю векторную часть, я здесь пишу знак минус, учитывая, что у нас вот так определялась четырехмерная производная. Помните, я там чуть ли не на первой лекции вам про этот минус много чего рассказывал. Поэтому вот он здесь всплыл по DT. так, и здесь, да, и здесь дальше минус, так, а здесь А нулевое, прибавить D по DT от функции F. Ну и мы легко видим, что что у нас здесь получается, что калибровка нам дает. Нам дает плюс, я не знаю, как это, D по DT дельта F и минус дельта D по DT F. Поскольку временные, так сказать, производные, производные по координатам независимые, мы эти производные можем представлять местами, и поэтому действительно реально вклад калибровки в напряженность электромагнитного, электрического, прошу прощения, поля, действительно равен нулю. Для магнитного поля, ну, проделайте это упражнение самостоятельно. Опять-таки, ну, оно не столь интересно, поскольку, по-моему, точно такое же вы делали уже без всякого понятия о четырехмерных векторах и четырехмерных производных. Такое вы делали в курсе классической электродинамики. Вот. Хорошо, друзья мои. Итак, с этим мы с вами разобрались. Теперь для того, чтобы составить явные релятивистически инвариантные уравнения для электромагнитного поля, мы с вами введем удобную величину, удобный тензор, так называемый тензор напряженности электромагнитного поля. Значит, по определению, именно по определению, тензор напряженности электромагнитного поля, это есть производная от четырех потенциала, здесь индекс мю, здесь индекс ню, то есть в каждой компоненте легко воспроизводится, минус производная с индексом ню от компоненты с индексом ню, то есть д мю а ню вычесть д ню а мю. Из этого определения сразу же следует, что тензор напряженности электромагнитного поля есть антисимметричный тензор по индексам мю и ню. Ну, это нам может помочь, как вы помните, свертки антисимметричного и симметричного тензора по двум индексам дают ноль, да? Вот, соответственно, значит, кое-где эта вещь нам может помочь. Теперь, поскольку мы знаем определение F-меню через четырех потенциалов, а также мы знаем определение компонент электрического и магнитного полей тоже через четырех потенциалов, мы можем взять и в явь написать этот тензор в виде матрицы, да? Можем это написать. И эта матрица, она будет, естественно, матрица 4 на 4, вот. Вот индекс мю у этой матрицы нумеруют строки, индекс ню у этой матрицы нумеруют столбцы. Вот я специально, чтобы вы не путались, написал один раз. Вот видите, мю строки, нулевая строка, первая, вторая, третья, нулевой столбец, первый столбец, второй, третий, да? Вот. Таким образом мы определили тензор напряженности электромагнитного поля F-меню. Да, надо пояснять, почему он именно такой. Ну, давайте я какой-нибудь, не знаю, там, примерчик рассмотрю, почему он именно такой. Буквально, что называется, избранные, как это, избранные, так сказать, части из, значит, тензора напряженности. Ну, прежде всего, давайте поймем, почему диагональные элементы равны нулю. Ну, диагональные элементы равны нулю, потому что тензор антисимметричный. Например, там, не знаю, там, хочется F-0-0 от X рассмотреть. Но поскольку тензор антисимметричный, то это будет минус F-0-0 от X, правда? Ну, отсюда сразу же следует, что F-0-0 от X равен нулю. Та же F-1-1, F-2-2, F-2-3. Поэтому на диагонали у этого тензора стоят нули, правда? Ну, теперь давайте рассмотрим, не знаю, там, F, скажем, 0-1. Если мы сейчас посмотрим, чему равно F-0-1, то это минус E-1, то есть минус первая компонента, так сказать, вектора. Помним, что E у нас, он состоит из компонент E-1, E-2, E-3. Это нумерация компонента, ни в коем случае не возведение E в степени, на всякий случай. Вот, хорошо. Ну, давайте F-0-1. Ну, это что такое? По определению D-0, A-1 минус D-1, A-0. Ну, давайте смотреть. Это иначе D по D-T A-1 минус D по D-X 1 на A-0. Правильно, друзья мои? Правильно? Вроде бы… Сейчас, минус или плюс? Подождите-ка. А, плюс, потому что все… Вот, опять-таки, я тоже все время забываю, что D-1 это есть D-T и минус дельта. Опять вот я забыл этот минус, поэтому здесь минус, но минус на вот эту производную по минус D-X 1 дает плюс, минус на минус дает плюс. Все, вот теперь все правильно. А теперь давайте сравним это выражение с первой компонентой напряженности электромагнитного поля E. Ну, вот давайте E-1. Это что такое? Минус D-A-1 по D-T. И здесь тоже берем первую компоненту векторную от производной. Минус D по D-X 1 от A-0. Правильно? Ну, и легко сравнивая оба эти выражения, видим, что F-0-1 равняется минус E-1. А в силу антисимметрии этого тензора F-1-0 равняется плюс E-1. Согласны, друзья мои? Да? Вот. Таким образом мы уже поняли, что стоит здесь и что стоит здесь. Да? Да. Ну, теперь давайте возьмем какую-нибудь компоненту из оставшихся, которые мы еще не брали, которые должны через электромагнитное поле быть выражены. ну, скажем, какую бы компоненту взять, а какая у меня, кстати, здесь написано, ну, давайте 1-2. Тоже хороший компонент, F-1-2. Тогда по определению это у нас будет минус 1-2. Это должна быть первая векторная компонента, то есть минус D по Dx1 от А-ну, здесь должна быть 2, правда? Вот. Это у нас А-2 и здесь минус D по Dx2 на А-1. Правильно? Потому что F-1-2 это мы должны мю положить равное 1, да? То есть это будет минус D по Dx1. А-ну положить равно 2, это будет А-2. И здесь минус D по Dx2 на А-1. Да, минус, только плюс. Поскольку минус на минус дает плюс. Вот, друзья мои. А теперь давайте посмотрим, чему равняется, какой у нас там был, H3. Ну, H3 по определению это третья компонента поля, это DA2 по Dx1 минус DA1 по Dx2. Ну, в точности, как мы видим со знаком минус F1-2. Правда, друзья мои? Да? Ну, соответственно, мы взяли некоторые характерные компоненты этого тензора напряженности электромагнитного поля, но компоненты, которые, так сказать, выглядят аналогично, мы можем с вами тоже легко посчитать все, вот по определению и расставить. Значит, помимо тензора напряженности электромагнитного поля с верхними индексами, нам понадобится тензор напряженности электромагнитного поля с нижними индексами. Мы с вами помним, что индексы у нас опускаются при помощи, ну и поднимаются при помощи метрического тензора. Правда, это тоже было, наверное, на первой, а может быть, на второй лекции. То есть, если мы хотим с вами опустить у f-меню индексы, то мы должны с вами написать, ну давайте возьмем f-альфа-бета, да, вот, и чтобы у него опустить индексы, мы возьмем два метрических тензора, g-бета-ню, g-альфа-ню, и получим аккурат f-ню-ню. Теперь, метрический тензор g, там, не знаю, давайте, я специально напишу, этот z, чтобы у нас, это есть 1, минус 1, минус 1, минус 1, все остальные нули, я напоминаю в пространстве Менковского, и вот теперь студенты очень часто делают вот совершенно типичную ошибку, ну как опустить индексы, ну эта матрица известна, эта матрица известна, вон она есть, берем, что делаем, вот сейчас я неправильно сейчас сделаю сначала, один раз я неправильно запишу, они говорят, о, пишем 1, минус 1, минус 1, минус 1, на 1, минус 1, минус 1, минус 1, ну и вот эту матрицу f-меню, давайте я ее писать не буду, я так условно напишу 0, 0, 0, 0, здесь что там, минус E1, здесь E1, ну и так далее, все остальные компоненты, которые есть, ну перемножают совершенно очевидно эту матрицу на эту, получают матрицу единичную, вы сами это можете легко перемножить, правда? ну и говорят, что единичную матрицу перемножим на вот эту матрицу и получаем, что тензор с верхними индексами имеет то же самое выражение, как и с нижними индексами, то есть в матричной форме, это неверно, потому что надо отличать, когда мы пишем тензорную запись от того, когда мы эту тензорную запись хотим перевести в матричную запись, вот поэтому теперь я это стираю, друзья мои, и с точки зрения тензорной записи то, что я здесь написал, абсолютно верно, но матрицы перемножаются иначе, если мы по индексу альфа, ну метрический тензор, помните, симметричный, если мы по индексу альфа, перемножаем одну матрицу на другую, мы должны что записать, мы должны записать, давайте я возьму преобразование симметрии сделаю, потому что g альфа мю равен g мю альфа в силу диагональности метрического тензора, здесь мы должны зацепить индекс альфа бета, вот этот индекс мы должны зацепить, это обычное матричное перемножение, как бы в терминах компонент матриц записано, а вот дальше мы уже должны взять и сделать бета ню, и вот это правильная тензорная запись, а если мы хотим в матричных компонентах это переставить, так будьте добры следить за тем, какие компоненты за какие зацепляются, и писать матрицы в правильном порядке, поскольку не все матрицы, как вы помните, со всеми коммутирует, да, ну а дальше уже естественно вы можете написать 1 минус 1 минус 1 минус 1 0 0 здесь, ну давайте я в альфа бета тоже напишу 0 0 0 там минус E1 E1 и не буду писать другие компоненты, вы их сами запишите, вот здесь пишем 1 минус 1 минус 1 минус 1 0 0 и вот теперь если вы эти все матрицы перемножите и нигде не ошибетесь, то вы получите следующее выражение для тензора напряженности электромагнитного поля, но уже что называется правильный с нижними индексами. Вот смотрите, здесь меняются знаки у напряженности, ну компонент напряженности электрического поля в этом случае, а что происходит с магнитным полем? Ничего не происходит. Да? Правильно? Подумайте почему. Это вам что называется на заметку. и еще я хочу немножко поговорить об инвариантах электромагнитного поля. Собственно, мы помним, друзья мои, что у нас уже есть на самом деле релятивистские инварианты. Помните, какие у нас есть релятивистские варианта? Что? Правильно, у нас, если есть четырех вектор, условно, давайте я его напишу, амю, а0, а1, а2, а3, то его квадрат, то есть а0 в квадрате минус а в квадрате, это и есть релятивистский инвариант. А еще какой у нас релятивистский инвариант был? Скалярное произведение а на б, вот так, тоже уже извиняюсь, вот так, амю, бмю или а-б или а0, b0 вычесть а-б, это тоже релятивистский инвариант. Вот мы смотрим, что тензор напряженности электромагнитного поля, он тоже состоит из компонент четырех векторов, да, и на самом деле можно показать, я это делать не буду, что из тензора напряженности электромагнитного поля можно составить тоже два релятивистских инварианта. Они на самом деле вполне нам с вами помогут, и эти два релятивистских инварианта это f мю ню на f мю ню это один релятивистский инвариант, а второй релятивистский инвариант мы можем составить, если введем так называемый дуальный тензор, он обычно обозначается ну вот так, ну вообще так сказать, как бы дуальный тензор, он с волной обозначается, f-меню это есть свертка полностью антисиметричного тензора epsilon-меню альфа-бета на f альфа-бета, тогда релятивистским инвариантом будет естественно на f-меню на f-меню дуальная вот с помощью этих тензоров напряженности электромагнитного поля можно сделать два таких релятивистских инварианта давайте я попрошу сейчас опять волонтера к доске сосчитать первый инвариант чему равен первый инвариант в компонентах электрических и магнитных полей ну и как это можно сделать по-разному ну что кто не есть боится отлично идите давайте только вы это будете считать в компонентах но не в матричной форме отлично а тогда давайте я сразу же анонсирую а второй вариант они будете считать вы поэтому готовьтесь думайте пока считается первый второй вариант трудный тут у нас если будет повторяться то все изменяется поскольку у нас по диагону начнем значит ну прежде всего естественно что это свертка по двум индексам двух тензоров должно получиться какое-то скалярное выражение правильно ну вы говорите а это что такое за буква 0 1 2 3 мы сначала суммируем поню сначала суммируем поню но помю тоже не забываем да помю не забываем и каждое теперь слагаемое тоже распишем теперь уже сумму поню ну вот начнем с этой штуки при равном нулю эта штука равна нулю ну то есть тем кто не понял поясняю что ню пробегает значение 0 1 2 и 3 вот чико записал 0 1 2 и 3 вот в явно так сказать сумму а мю говорит мы тоже по ней суммируем но пока вот мю дважды повторяющийся индекс такой вот все давайте мю равно единице это у нас по строчкам мы идем вот соответственно f1 0 это у нас да но f0 0 равен нулю потому что вот он берем сразу f1 0 это у нас е1 и соответственно при ау это е1 соответственно е1 квадрат при е1 на f1 0 это перед е1 квадрат уверены давайте не буду заслонять f1 0 с верхним и 1 0 во ну вы сотрите и напишите минус так чтобы люди видели е1 в принципе если продолжать такой же логик дюанс будет то же самое только с изменением да хорошо ну вот соответственно при сложении она просто будет равна минус отлично это мы только что просуммировали да следующее у нас тут у нас во-первых премию равно нулю у нас что-то уже возникает что-то уже возникает уже известная почти f01 это у нас это ноль пока пока вы таскать пока из помню вы пока и что из этого можно сделать отсюда может какой-то общий вывод сделать ведь у нас будет еще мил 2 но 2 мил 3 мил 3 таким образом мы получим еще таскать двоечку сюда то есть чего 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 вот а вот это уже не это вы уже 0 2 0 3 ну смотрите значит смотрите что человек говорит он немножко он говорит давайте рассмотрим это выражение вот это мы рассмотрели дальше у нас есть f значит что у нас f мю 1 на f мю 1 он говорит вот давайте вот это выражение рассматривать прежде всего положим мю равным нулю тогда 0 1 на 0 1 у нас уже известное минус е 1 он говорит а когда мы будем рассматривать f мю 2 на f мю 2 у нас получится 0 2 на 0 2 минус е 2 в квадрате а когда будем рассматривать мю 3 на мю 3 там получится 0 3 на 0 3 то есть минус е 3 в квадрате то есть в каждом еще из трех следующих слагаемых то есть их все 4 он еще надыбил вот удвоение первого слагаемого самого но теперь еще у нас в трех оставшихся слагаемых у нас еще есть по два члена в каждом того их 6 штук еще да всего 6 штук осталось вас не наводит это на мысль что с ними должно быть быть они удвоят магнитное поле правда но теперь возьмите какой-нибудь я скажем не знаю там 1 1 0 значит здесь 2 1 следующее как зовут я тоже не знаю да и с и 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 Ну, поскольку у нас h, знаки не меняют. А что из этого можно, наверное, понять сразу? Если мы просуммируем с остальных компонентами, у нас получится 2h. Смотрите, вот у нас есть, он говорит, давайте теперь компоненты, в которых, скажем, μ и ν не равны друг другу, но с другой стороны нету вот этих индексов 0, которые нас отправляют к электромагнитному полю. И говорит, вот берем какой-нибудь 2,1 на 2,1. Вон и там, и там, 2,1 и 2,1 это h3. Да, и в f-меню с верхними и с нижними индексами. Правда? Значит здесь h3 в квадрате. Если мы возьмем любую другую компоненту тоже, где типа там, не знаю, там 3,1 или 2,3, да, или 3,2, да, вот такие будем суммировать, f3,2, скажем, на f3,2. У нас опять будут h в квадрате, поскольку h у обоих либо знак плюс, либо знак минус, значит тогда h в квадрате будет с плюсом. Правда? Понятно, да? То есть везде надыбятся компоненты типа h1 в квадрате, h2 в квадрате, h3 в квадрате. Вот. Ну и естественно понятно, что, например, f2,1 на f2,1 будет h3 в квадрате, но f1,2 на f1,2 тоже будет h3 в квадрате. Да? В силу антисимметрии этого тензора f-меню. Правильно? Ну, два раза знак поменяется. А значит у нас и h будет встречаться h1 в квадрате, h2 в квадрате, h3 в квадрате со знаком плюс, но еще они будут удваиваться, да, то есть их будет. И тогда значит что у нас? Правильно, 2h в квадрате минус e в квадрате. Правильно. То есть видите, как хитро. Электрическое поле удваивается одним способом, а магнитное другим. Но они тем не менее удваиваются и симметрично входят. Все, спасибо большое. Вот. Ну а теперь, как я анонсировал, Аня, пожалуйста, вот вы не бойтесь ничего, я вам буду помогать. Вы пока думайте. Ну, надеюсь, что вы уже поняли, как решать. Что? Я немножко сделал вам подсказку. Помните свойство полностью антисиметричного тензора, что его компоненты с одинаковыми индексами зануляются, а всего, так сказать, компоненты, которые не зануляются, их всего 24 штуки. Не так-то много. Да? Согласны? Так, что вы делаете, Аня? Вы как-то так? Я решила рассмотреть один, и потом сказать, что он на самом деле равен, ну, у нас получится 4 аналогичные компоненты. Ну, 8. 8? Ну, хорошо. А если вот эти штуки не станут, то есть... Ну, вот смотрите, давайте я поясню, что Аня подразумевает. Она говорит, что не равны нулю... Да, значит, давайте начнем сначала с определения, что же вы считаете. Вы считаете вещь следующую. Эпсилон меню альфа-бета на F меню на F альфа-бета. Правильно? Да? Которая есть F меню на F меню дуальная. Да? Вот. И, значит, Аня говорит вполне здравую мысль. Она говорит следующее. Она помнит, ну, я не знаю, все ли помнят наизусть, что ε0, 1, 2, 3 равняется минус 1, а ε0, 1, 2, 3 уже с нижним индексом равняется плюс 1. Это тоже была первая лекция. Многие могут забыть, что очень важно у полностью асимметричного тензора, какие индексы. Вверху ли они стоят или внизу? От этого зависит, как каждая компонента конкретно себя ведет. Правда? И дальше Аня говорит вполне здравую вещь. Давайте напишем, ну, вот, только, ну, пусть будет так, хорошо. Давайте напишем с ε0, 1, 2, 3. Он же явно вот самый наш базовый элемент, от которого мы стартуем все полностью асимметричные тензоры. И он у нас, знаем, не равен нулю, а равен вот плюс 1, она говорит. Давайте мы сейчас. Она все правильно, я так подозреваю, написала. Вот. Она говорит, вот, он равен плюс 1. Теперь с ним что у нас? Ну, прежде всего напрашивается, свертка какая, вот из таких метрических. f0, 1 и f2, 3. Правда? Согласны? Вот, хорош такая свертка. Ну, 0, 1 чему равен? 0, 1. Он равен, что? Минус e1. Вот. Поэтому вот эта штука равна минус e1. А f2, 3, чему равен? Смотрим 2 и смотрим 3. Минус h1. Правильно? Минус h1. После чего Аня говорит, что, о, вот эта штука равна e1 на h1. Вот теперь Аня, надо еще решить, а сколько таких e1 на h1 она может построить разных. Мы можем просто переставлять индексы. Сначала переставить 0 с единичкой, потом оставить 0 с единичкой на месте, переставить 3 и 2, потом переставить в оба, это уже 4 компоненты, а потом просто поменять вот эти два индекса наставить. Ну, давайте их в эпсилонах напишите. Ну, вот здесь, пишите эпсилон так, чтобы вот эту строчку, чтобы потом f можно было вписывать. Значит, что Аня говорит? Можем теперь из 0, 1, 2, 3 выстроить 1, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 0, 3, 2, теперь 1, 0, 3, 2. А дальше Аня посетила гениальную мысль. А давайте вот, можно сейчас я? Она говорит, а давайте мы вот их разобьем на эти пары, а теперь пары будем менять местами. То есть вот 0, 1, 2, 3, запишем 2, 3, 0, 1, правда? Он же тоже будет формально с теми же Е1 и H1, правда? Вот, потому что здесь тоже будет, там 2, 3, это будет F2, 3, он так же как-то будет H1, а F1, 0 в силу антисимметрии будет тоже, значит, Е1, только с другим знаком, правда? Вы помните, там переставляется. А здесь еще, ну то есть вылезет именно здесь и здесь. Вот, ну подождите, вы пока их все выпишите. Вот Аня сейчас выписывает сначала все полностью антисиметричные тензора, а потом к ним будет справа и слева прилеплять с нужными индексами F, правда? То есть из тензора напряженности электромагнитного поля. В полной тишине. Сейчас, Аня, у вас как-то так, у вас в какой-то момент строчки начали уходить, вы что-то не дописали. Да, я дописала просто в садах. Вот здесь их вижу раз-два-три, а написано. Аня, все-таки сдвигать строчки некультурно по отношению к смотрящим, правда? А что там, три в квадрате у вас? Аккуратнее надо быть. Ну а теперь объясняйте, как каждую из них вы считаете. Значит, с этим мы уже разобрались. Теперь остальные все объясняйте. Аккуратнее все объясняйте. То есть вы уже поняли, к чему все ведется. Каждый раз это будет с одним и тем же знаком плюс будет Е1 на H1 компонента. Правда? Итого, смотрите. Значит, теперь я хочу обратить ваше внимание. Помните, у нас должно быть вот таких слагаемых ненулевых, 24 штуки, поскольку 24 ненулевых полностью антисиметричных компонентов полностью антисиметричного тензора. Правда? Но 8 из них мы уже использовали и получили Е1 на H1. Правда? Ну как-то, наверное, логично, что 8 других дадут Е2 на H2, а 8 следующих дадут Е3 на H3. Просто их надо найти. С какого стартовать? Вот сейчас Аня найдет, с какого стартовать, но потом я ей все не дам ей выписать. Здесь правильно. Сначала 0 и 1, дальше сначала 0 и 2. О, правильно. Вот так проще всего. Да? Ну и под него уже подстраивать полностью антисиметричный тензор и второй тензор напряженности. Это даст что без вычислений? Или без вычислений? Нет, не с минусом, с плюсом должно быть. Считайте лучше. С плюсом должно быть. Правильно, что Е2 на H2 это, но должно быть с плюсом. F02. Давайте смотреть. 0,2 это минус Е2. Ну, я думаю, что вы и так догадаетесь, уже напишете ответ. Правильно. Ну и тогда в сумме вот это теперь вот здесь можете написать. Чему равно. Ну, вот здесь можете стереть. H2 на Е2 прибавить H3 на Е3. А это что такое-то скалярное произведение двух векторов. Правда? Обычных. Ну так и напишите это. Геннаж. Ура! Мы сочли. Вот. А те, кто подглядывали в мои старые прозрачки, там опечатка. Даже две было. Поэтому я специально их сейчас посчитал у доски заново. Заново. Вот. Хорошо, Анна, спасибо. Ну как, трудная была задачка? Скажите, пожалуйста. Ладненько. Ну, давайте продолжать, друзья мои. У нас еще есть некоторое время. И мы продолжим с вами говорить про электромагнитное поле. Ну, надеюсь, что мы продолжим говорить что-нибудь интересное про электромагнитное поле. Ну, а заодно и про тензоры, тогда, когда нам это понадобится. Теперь вернемся к уравнениям Максвелла. Напомню я вам, друзья мои, что уравнение Максвелла, 4 уравнения Максвелла, которые мы с вами записываем. Мы, во-первых, их с вами записываем, ну, вообще говоря, там в вакууме, где, ну, есть какие-то еще токи и заряды. То есть никакой среды, как бы мы не подразумеваем, поэтому у нас только поля Е и H, да? Вот, а полей там D и B у нас с вами нет сейчас от слова совсем. Это раз. Второе, мы с вами, если помните, используем ту систему единиц, которая характерна для квантовой теории поля, а именно, где H равняется C равняется единице с одной стороны. Во-вторых, мы ее объединили с системой SGS, то есть сантиметры грамм в секунду. Но при этом в системе SGS мы еще сделали рационализацию Хевисайда, чтобы выкинуть из уравнений Максвелла 4П, которые характерны для системы SGS. Помните, такая очень хитрая вещь. Но, тем не менее, в этой системе данные уравнения, они, в общем-то, записываются совершенно элементарно, и, соответственно, у нас изменение напряженности, векторов напряженности электрических и магнитных полей зависит только от окружающих их токов и зарядов, правда, и больше ни от каких констант, которыми обычно любят мучить на различных курсах общей физики и подсаживать за незнание уравнений Максвелла. Если кто-то забыл где-нибудь скорость света, или 4П в нужном месте не написал, или перепутал D и А, и D и Е местами, вот такие самые любимые подсады. И эти 4 уравнения, они делятся попарно на 2 пары, так называемая первая пара уравнений Максвелла и вторая пара уравнений Максвелла. Первая пара уравнений Максвелла – это эволюция соответствующих векторов без внешних зарядов и полей, и вторая – это, так сказать, та добавка, которая возникает, если мы вносим внешние токи и внешние заряды, ну, в виде неких плотностей зарядов. Соответственно, первая и вторая пара уравнений Максвелла. Значит, наверное, как легко догадаться, первая пара уравнений Максвелла должна получиться как-то очень просто. И на самом деле так оно и есть. Она получается из антисимметрии, ну, и, собственно, тензоронапряженности электромагнитного поля. Фактически она получается из вот такого выражения. Ну, а действительно, помните, что здесь у нас есть Dααβ-Dβαα, а когда мы еще здесь в производную по Dν, у нас Dν Dαα или Dν Dβ – это становится два симметричных тензора, и их сверка с полной пяти симметричных дает 0. Поэтому это выражение, оно достаточно просто. Вот, ну, либо мы можем дописать вот в такой более, наверное, привычной для вас форме ту же самую запись, и дальше, если мы ее распишем по-компонентно, что мы сейчас делать не будем, мы отсюда аккурат получим первую пару уравнений Максвелла. Значит, вторая пара уравнений Максвелла, и это вам рассказывали в курсе классической электродинамики, она может быть тоже записана в релятивистски иновариантном виде, более компактно, через тензор напряженности электромагнитного поля. И в нашей системе единиц, то есть обычно здесь, если мы пишем в СГС, то здесь 4П на С возникает коэффициент, если кто помнит. Вот, и в курсе, наверное, классической электродинамики у вас так это уравнение записывалось. А здесь, в общем, производная от тензора напряженности электромагнитного поля равна, естественно, четырех вектору. А в качестве четырех вектора электромагнитного тока мы берем, собственно, четырех векторов, в котором в нулевом, в качестве нулевой компоненты есть плотность зарядов ρ, вот это, а в качестве векторного компонента, собственно, сам, так сказать, электрический ток. Вот, теперь, друзья мои, вопрос следующий, наверное, к вам. А вот мы написали вот это вот уравнение Максвелла. Да? Помните, что в курсе классической электродинамики его пишут вот именно, обобщая трехмерные записи на четырехмерную, не используя никакой лагранжан, если мне не изменяет память. К вам вопрос. А как вот это уравнение Максвелла соотносится с уравнениями лагранжа для функции электромагнитного поля, то есть для четырех потенциалов? Как они там, как-нибудь связаны между собой, вообще никак не соотносятся? Какие есть мысли, друзья мои, у вас? Не понял. Я не могу себе просто это представить пока. Может быть, вы правильно говорите, я просто не могу себе со слуха это уловить. Ну и как это соотносится с уравнением лагранжа, вот это уравнение Максвелла? А не надо никак. Поскольку уравнение Максвелла, вот это записанное, оно должно точности совпадать с уравнением лагранжа для функции поля в случае электромагнитного поля. Деваться некуда. Уравнение Максвелла, это уравнение, ну, грубо говоря, там эволюции, движения, функции поля, ну, там, четырех потенциалов амил, так вот записанное. Правда? А уравнение лагранжа то же самое нам говорит, только через такую букву, как лагранжиан. И поэтому мы сейчас, ну, во-первых, мы немножко посмотрим сейчас, чуть-чуть совсем пока, на данное уравнение еще. А потом мы, используя именно вот это утверждение, что данное уравнение Максвелла, это в точности должно совпадать с уравнением лагранжа для функции электромагнитного поля. Мы просто найдем лагранжиан электромагнитного поля с вами таким вот странным образом. А лагранжиан электромагнитного поля нам много для чего впоследствии понадобится, вот, без него мы с вами теорию не построим. Поэтому давайте искать, но сначала еще немножечко, наверное, преобразуем, а именно возьмем и подставим вот в левую часть просто определение тензора F-меню через четырех потенциала. Возьмем, получим вот такое не очень красивое уравнение. И чтобы сделать данное уравнение красивее, мы можем наложить на четырех потенциал калибровку Лоренца. То есть подобрать функцию F, ну, там, производная функция F так, чтобы D-мю-А-мю было равно нулю. Это в четырехмерном виде как раз именно и есть калибровка Лоренца, хорошо вам знакомая из обычных курсов там электромагнетизма и классической электродинамики, друзья мои. И давайте посмотрим вот на это финальное уравнение, которое получилось. И на самом деле поймем, что, наверное, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, это одно из самых великих уравнений, которое вообще когда-нибудь получало человечество. И вообще на самом деле одно из самых великих достижений духа, которое получало человечество за всю свою историю. Поскольку вот в этом уравнении, вот видите, в таком очень простом, элегантном уравнении, ну, с некоторым калибровочным условием, на самом деле, по большому счету, закодирован весь окружающий нас классический мир. Вот всё, что мы видим, это взаимодействие электромагнитных волн. Либо с нашим глазом, либо со стенкой, с доской, не знаю, с партой, с чем угодно. Это вот здесь. Взаимодействие электромагнитных волн с граничными, очень сложными, граничными условиями. То, что мы не проваливаемся, вот не знаю, сквозь пол вниз, это электромагнитное взаимодействие молекул между собой. То есть, грубо говоря, обмен фотонов между заряженными частицами, там, протонами или электронами молекул. Вот. Это, по большому счету, ну, в сущности своей, естественно, всё должно сводиться к уравнению Максвелла. То, что работает наш мозг, это электромагнитные импульсы классические. Это опять уравнение Максвелла. Вот это, вот по этому уравнению, согласно этому, работает наш с вами мозг, и мы осоздаём с вами окружающий мир. Ну, я не знаю, вот как бы вот это уравнение, ну, наверное, сопоставимо со всеми сокровищами Лувра, скажем, вполне себе, причём со всеми сразу. Хотя выглядит оно, конечно, не как Джаконда, уж извините. Вот. Джаконда я любовался раз пять или шесть, подолгу. Могу сказать, что да, не как. Но вот по глубине, вот по фундаментальности, по всеохватности, по важности для нашей жизни, может, оно даже превосходит все сокровища Лувра. Наверняка превосходит. И, наверное, в один ряд с этим уравнением можно поставить, ну, разве что уравнение Шредингера, которое распространяет, грубо говоря, наши фундаментальные знания уже от классического окружающего нас мира к микромиру, да. Ну, и как-то больше, наверное, ничего, так скажем, наумываться как бы по вот именно вот глобальности, всеохватности, а при этом вот абсолютной красоте, элегантности, законченности. Ну, вот не знаю, так, я скажу сейчас такое нерусское слово по короткости. Смотрите, вот всего-то сколько здесь букв, а это весь окружающий нас мир. Ну, меня всегда, если честно, это уравнение потрясало, и потрясает до сих пор, и думаю, будет потрясать до самой моей кончины. Вот, поэтому мы будем с вами изучать, друзья мои. А теперь я хотел бы, прежде чем начать говорить о лагранжане электромагнитного поля, еще немножечко с вами, ну, буквально, не знаю, пару минуток поговорить о производных векторов, четырех векторов. Тем более, что, наверное, такой разговор уже полезен, а сейчас он нам вполне себе и понадобится. Итак, начнем. Я сейчас начну сначала сам, а потом еще вызову к доске. У нас есть некоторое время, чтобы это сделать. Итак, друзья мои, давайте рассмотрим некоторые четырехвекторы. А мю — это не обязательно четырехвектор, там четырехпотенциал электромагнитного поля, просто я взял четырехвектор А. Вот. Ну, с компонентами А0, помним А1, А2, А3, ну, или еще раз вам напоминаю, а я буду вам это часто напоминать, чтобы вы это не забыли, обозначение. Вот так выглядит. Ну и А мю с нижним индексом, который есть А0 минус А1 минус А2 минус А3, то есть А0 минус А. Прекрасно. Значит, прежде всего, если мы берем такой произвольный вектор, четырехвектор, то все его компоненты независимы друг от друга. Да? Эти компоненты могут еще быть там функциями чего-либо, но нам сейчас это не так важно. Давайте мы поймем, что мы вкладываем в значение, ну, скажем, производное, не знаю, ДААльфа по ДАНю. Вот давайте рассмотрим такую произвольную. Здесь индекс верхний, здесь я взял пока индекс нижний. Мы рассмотрим все возможные сочетания индексов с вами. Итак, ну, это должна быть некоторая структура, и совершенно ясно, что эта структура должна быть тензор, у которого есть верхний индекс альфа, да, а нижний индекс знаменателя это все равно, что верхний индекс, то есть и верхний индекс ню. Никакой симметрии этого тензора и что-нибудь еще пока о нем мы сказать с вами не можем. Однако мы можем посчитать все его компоненты. Ну, давайте возьмем, не знаю, альфа равняется ню, равняется нулю. Тогда ДАНоль по ДАНоль будет, смотрим сюда, да, давайте уж я здесь тогда выпишу, что этот индекс, что этот тензор с нижними индексами еще есть, А0 по определению, А1, А2 и А3, где я здесь уже пишу, обратите внимание, исключительно нижние индексы. Я напоминаю только те определения, которые уже были на первой лекции, но практика показывает, что студенты, если им не повторять несколько лекций эти обозначения, как правило, их забывают. Вот. Тогда это будет согласно данным определениям давайте рассмотрим какой-нибудь векторный индекс, скажем, ДА2 по ДА2. Тогда смотрим внимательно сюда, сюда и сюда и понимаем, что это есть ДА2 по Д минус А2 и получаем минус 1. Согласны? И этому же минус 1 легко мы понимаем равно ДА1 по ДА1 1 и Д, чего у нас такое было, А3 по Д А3. Согласны? Согласны, правда? Теперь давайте посчитаем какую-нибудь компоненту, скажем, давайте ДА1 условно по ДА2. Возьмем так, чтобы индексы Альфа и Ню были не равны друг другу. Да? Вот. А здесь мы ну что это будет? Будет минус ДА1 по ДА2. Но, как я уже сказал, компоненты четырех вектора по определению являются независимыми величинами. Да? Поэтому производная одной независимой величины по другой независимой величине чему равна, друзья мои, что? Нулю. Значит, все компоненты такого тензора, который у нас есть, когда Альфа не равен ню, они равны нулю. Таким образом, мы можем с вами озвучить, что этот тензор имеет вид 1 минус 1 минус 1 минус 1 ноль и ноль. Ничего не напоминает? Правильно, с верхними индексами, заметим. Ж Альфа ню. Правильно? То есть, вы смотрите, научились брать соответствующую производную и поняли принцип, как это доказывать. На самом деле, я думаю, что уже совершенно понятно, что мы можем рассмотреть любые комбинации, ну, например, не знаю, ДА Альфа по ДА ню и получить Ж ню альфа. Да? Ну, и дальше, так сказать, у нас вот можем поднимать, опускать всего их 4 штуки, этих комбинаций, и вы уже поняли, как это доказывать, ну, и опять-таки сообразили, какому из метрических тензоров это будет равно. Напомню, что это есть, кстати, это у нас есть символ кронекера, то есть, здесь у нас все единички, помните, на диагоналях сидят, да? Это никто не забыл, что метрический тензор с одним верхним индексом одним нижним совпадает с символом кронекера. Очень хорошо, что вы молчите, значит, согласны со мной, значит, не забыли, я просто счастлив этому. Ну, и это вы можете сделать все сами. Теперь, друзья мои, я хочу немного более сложные функции попросить вас подифференцировать, поскольку это будет важно, и на этом, действительно, наверное, мы закончим сегодняшнюю лекцию, но, тем не менее, подифференцируйте сейчас сложные функции. Вот это возьмите за базу. То есть, вы поняли, как это сделать, теперь возьмите это за базу. И я хочу, чтобы вы начали с того, что продифференцировали D, A α на A α по D A 0. Почему я здесь не имею права писать α? Да, правила суммирования нарушаю. У нас три повторяющихся индекса, надо какой-то другой. А здесь я действительно хочу написать то, что я написал. То есть, D A квадрат по D A 0. Правда, иначе? Это квадрат четырех вектор я написал, не что иное как. Вот. Давайте для интереса кого-нибудь вызовем к доске. Кто у нас еще сегодня не был, еще не был, так, я знаю, кто у нас, Евгений, сегодня еще не был добровольцем, он будет сегодня добровольцем ради интереса. Добровольцем а тот, который выходит добровольно, правильно? Правильно. Вот. Дифференцируйте. здесь у нас идет суммирование по индексам, можно, наверное, расписать как производную произведению? Да, как производную сложную функцию произведения. вот, значит, теперь остановитесь. Вот, Женя сделал правильно, он же хотел сделать замечание, а он и справился. значит, смотрите, в принципе, сейчас, пока мы работаем с классическими величинами, не операторами, нам не важно, мы можем переставлять там местами эти альфы между собой, да, и я уже видел, что Женя не оставил здесь места, и хотел написать альфа сюда, но и справился, написал вперед. вот привыкайте там, где можно не переставлять величины, не переставлять их, поскольку, пока мы работаем с классическими величинами, они, конечно, все друг с другом коммутируют, как перейдем к операторам, там, в общем, не всегда и не все будет коммутировать друг с другом. Хорошо? Вот, поэтому Женя сделал правильно, обращаю ваше внимание. Хотя, в общем, в данном случае ошибки не было бы, если бы он альфа поставил бы и сюда. Да? Ну и теперь, осталось вспомнить, как метрические тензоры у нас опускают, поднимают индексы. по крайней мере не опустится. А здесь, там поднимется, а здесь не опустится. Итого, чего у нас получается? отлично. Теперь смотрите, все правильно. Здесь у нас суммирование по мнемоническому индексу, поэтому результат этого индекса зависеть не должен. До дифференцирования по индексу внизу, значит, финально должен быть, должна быть структура с верхним индексом него. Что? Женя благополучно и получил. Слушайте, раз вы так насобачились дифференцировать, давайте тогда, у нас вот совсем еще пара минуток буквально есть, мы здесь же, здесь же, сделаем еще одно дифференцирование, оно нам понадобится чуть поище, но понадобится очень скоро. Но давайте, раз уж мы здесь начали дифференцировать, то и продолжим как-то вот так пакетно. Вот так, так, так. Ну давайте вот здесь. D, ну, ну, скажем, здесь с нижним. Возьму, чтобы было попроще, да, на e в степени минус i p на x, где p на x, p это компоненты импульса, x это компоненты координат, тоже четырехмерные. Ну, а помните, что производная по dν подразумевает, что мы дифференцируем по координате, правда? Помните, что dν верхняя, это d по dt минус дельта, а dν нижняя это d по dt плюс дельта, правильно? Да. dν нижняя. Уже я тоже описки с вами совершаю. Вот. Ну, вам надо b. Понятно, что вот на это что-то вот должно быть очень похоже. Да, вот как-то. особенно если мы помним, что скалярное произведение двух четырех векторов а и b как раз и записывается в виде а альфа, б альфа, правда? Да. И это вам очень поможет сейчас, правда? Конечно. Ну, там, поэтому вперед. опять-таки я напоминаю, что у нас h равняется единице, поэтому я его здесь даже не пишу. Да? А это обычная плоская, кстати, электромагнитная волна. Есть кто ее вдруг не узнал. Да? А, кстати, узнали, что это плоская электромагнитная волна в таком виде? Что-то девушки переглядываются, давайте, я тогда уж раз и навсегда напишу. Е в степени минус и px. Это что такое? У нас p, ну, давайте, не знаю, p альфа, что ли с вами, вот так. У нас альфа был индекс, да? Е p, а x альфа, это есть tx. Да? Поэтому это у нас будет не что-то, как е в степени минус x, минус i, а здесь p0, x0, минус px. А p0 и x0 это аккурат е и t, то есть е в степени минус i, е t минус px. Вот вам, так сказать, плоская электромагнитная волна, правда? Только записанные в виде четырёхмерного скалярного произведения. Теперь вы её узнали. Поэтому я предлагаю Жене продифференцировать плоскую электромагнитную волну и ничего больше. ну естественно. Вот это можно уже всё стереть. Или вы записали это или нет? Давайте, чтобы Жене было где писать, я вот это сотру, а вот это ему понадобится. получается это будет минус и на и и на и на проигранную координацию. Ну, оно не совсем, конечно, похоже. Ну, или еще проще. Я думаю, что я напомню вам еще какое-нибудь другое. Здесь, помните, определение d по dx с нижним ню, а здесь d по dx с верхним ню. Правильно? Нет, это с верхним, прошу прощения. Это значит с нижним, а это с нижним, это с верхним. Да, это я правильно написал, это тоже правильно. Вот, я думаю, что так вам будет проще сразу расписывать. То есть это определение вам будет попроще. Все это, если вы помните, было на первой лекции. Да? Тогда я вас просил очень внимательно проработать эти определения, потому что они будут возникать просто вот сами собой. Ну, надеюсь, сейчас вы уже этим прониклись, и все-таки их еще раз повторите, если кто забыл. А по некоторым лицам я вижу, кто-то и не помнил никогда. Так, здесь у нас нижний, значит, это будет. Ну, p альфа от x как-нибудь зависит. Значит, наверное, ее можно вынести. Да. А оставшись производная какая? Напишите ее, не поленитесь. x альфа, x ню. И что-то мы уже видим, в общем, то, что только что разбирали. Я советую вам писать поподробнее, поскольку, собственно, это съемка, и будут смотреть люди разной квалификации, вполне себе, наверное, в интернете. И, наверное, лучше иногда некоторые вещи подробнее писать. Какой-то различный тензор, а снизу, ню будет тоже снизу. Снизу. И получается, что у нас спускается и диспункция. Ну, я бы немножко сейчас тогда писал бы покрасивее. Минус и, p ню, а вот здесь уже есть степенья минус и, p x. Я просто покрасивее, чтобы п ню. Мы начинали с нижнего индекса, мы закончили нижним индексом. Все правильно. И мы продифференцировали экспоненту. Женя, спасибо вам большое. Ну, и, наверное, это все, что нам нужно, чтобы строить лагранжан электромагнитного поля. Но этим мы займемся на следующей лекции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...